добрый вечер друзья вечер четверг 29 сентября и я хотел на такую философскую тему с вами сегодня поговорить вчера в среду обе палаты конгресса сша и сенат и палата представителей принялись очень таким доминирующим большинством как бы не то что приняли отклонили вето отклонили вето наложенное президентом обамой на законопроект который позволяет судить ну там не называлась страна ну как бы да то есть понятно значит саудовскую аравию жертвы семьи жертв 11 сентября теракта в нью-йорке судить тех кто вот за этим стоит потому что есть как бы такое предположение что много разговоров что это вот саудовские там монархи олигархи и так далее вот и что вот надо мол их судить в принципе как бы юридически такого нету ну закона что ли по которому можно было бы судить иностранное государство в суде какой-то еще другой страны вот допустим нельзя в сша судить в американском суде судить допустим там правительство саудовской аравии за то что она совершил как-то участвовала преступлениях там совершенных на территории сша граждан любой страны абсолютно если они совершили преступление можно судить можно посадить можно казнить можно отнять имущество там я не все что угодно можно но это граждан государство судить нельзя то же самое вот скажем есть международный трибунал да вот мы все знаем есть гаакский трибунал если кто-то совершает международного плана преступления вот его там судят это понятно а так чтобы вот допустим голландский суд взял бы и судил там я не знаю кого за то что это мы в это стороны малайзию за то что это малайзия там чего-то натворила в голландии такого нет создается некий прецедент очень странный с одной стороны конечно конечно есть многие страны которые скажут а вот вот надо бы то вот действительно вот они там вошли на нашу территорию тут что-то дело натворили а теперь мы нашим судом их будем судить но понимаете как не было такого скажем там фашистский режим не не судили судом там ссср там или великобритании значит создали там специальный международный трибунал и судили этим трибуналом понятно преступников значит в чем чреватость этого всего дело в том что соединенные штаты как страна которая в силу вот экономического географического военного там я не знаю чего положение своего участвует в общем-то во многих операциях международных и по борьбе с терроризмом и и даже не не это по борьбе с терроризмом но даже бывают какие-то спасательные операции вот я помню там каких-нибудь островах там какой как это какой-то безобразие произошло туда бросили там батальон тех или там дивизию тех и они там что-то спасают и значит что получается если что-то такое произошло вы не можете судить соединенные штаты допустим американский солдат изнасиловал там на америка где-нибудь в районе окинавы изнасиловал там японскую девушку солдата можно я не знаю точно про такие дела но наверное солдата можно судить и сроком и дадут там и так далее но представьте себе что семья девушки обращается в японский суд с тем чтобы судить правительство соединенных штатов которая прислала этого козла да она же его прислала она же не сам сюда пришел начали же знали кого посылают не знали значит все равно виноваты и пошли да и давайте засудим там правительство соединенных штатов на 10 миллионов долларов за то что там он неправильно себя вел понимаете поэтому интересно получается вот поэтому первые жертвы этого всего первые будут сами соединенные штаты я уже не говорю о том что вообще во всем мире разрушится некоторая система на которой весь этот мир сегодня спокойно стоит ну плюс-минус спокойно но но стоит но если суд одной страны может судить другую страну и говорить вот пусть франция говорит там китайский суд заплатит вот этому чеку там пять миллионов там евро я себе могу представить что начнется не говоря уже о том что мы знаем такие страны где суд но как сказать не проститутки и имеют лучшую репутацию чем суды так назовем и вот эти проституированные суды сейчас начнут судить там другие государства то есть там даже и на суд рассчитывать нельзя по эти вот есть страны и вы не можете рассчитывать ни на какое правосудие они вам за откат или там за взятку чем хочешь там на присуде поэтому очень странное такое решение было принято и все-таки это это писать в сенате они голосуют сенат это люди не то что там с улицы шпана какая-то они на шесть лет избираются и они как бы не дурные они понимают но почему-то все равно голосуют я мог бы сказать что палаты представителей которые кстати далеко не таким большинством но тоже они набрали там легко свои две трети чтобы опровергнуть это вето значит президента обама они тоже но у них я понимаю у них через месяц у них через месяц выбора там переизбирается полностью вся эта палата представителей и там нет не спрятаться не скрыться и вот получается если они проголосуют против хотя многие проголосовали против то они тем самым как бы могут на нем эмоциях так сказать вот людей которые живут в их округах избирательных значит там конкуренты могут попытаться проехаться это это и то это довольно много народу проголосовали против в сенате который избирается сейчас будет голосоваться только треть сената треть не не полностью каждый каждые два года избирается треть сената то есть в основном это люди на две трети это люди над которыми нет вот этого вот давление близких выборов и надо как-то соответствовать там или что-то но и и вообще странно мало того там уже процентов там 30 этих людей которые голосовались за в смысле за отмену вето процентов 30 говорят что они очень сожалеют то есть они это говорят в тот самый день сутки не по не прошли сутки они в тот же день они проголосовали потому что очень жалко что так получилось готовить то есть они понимают всю глубину безумие которое значит они учинили но то есть они как но тем не менее они проголосовали я только думаю что может быть даже не знаю что делать может быть ну то есть я и не могу ничего делать но может быть новый состав там соберется сейчас выборы пройдут соберется новый состав и как-то это дело похерит потому что ну ну действительно ни в какие ворота не лезет все-таки ребята законы принимают они же там не по эмоциональной части а все-таки по законной и очень очень странно знаете вот есть вещи которые объяснить вообще невозможно море я не забор в этом какая-то закулисная есть вещь и просто мы не в курсе но 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 все-таки разумные более-менее люди ну 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 правда разумные не глупые потом у них же там вожди есть до которые уж тут как настоящие буйные которые всех за собой тащат они более чем солидные и благонамеренные и грамотные и компетентные но но не как вот вот там у демократов сенатор шумер который скорее всего будет вот сейчас но сейчас так считается что он будет значит там руководить демократической фракцией в сенате после очередных выборов которые сейчас пройдут то есть уже такого уровня человек который был соавтором этого проекта поэтому он и еще там республиканец один кормил но это не важно я просто чему рассказываю что уже такого уровня народ они выходят с этой инициативой это против собственного президента против против страны фактически я не знаю что что они делают но в общем это это очень-очень странно я думаю что какое-то время еще пройдет и мы услышим какие-то еще там может быть комментарии может быть что-то такое вылезет чего мы не знаем но но я очень-очень удивлен очень странно такая вот история друзья да так что ну понаблюдаем я я даже не знаю что дальше будет но я надеюсь что как-то это все устаканится и не придет вот к таким драматическим формам когда унтер-офицерская вдова сама себя высекла давайте вот как бы нам себя не высечь вместо саудовской аравии счастливо